Чуть встанет лед, рыбаки уже на воде. Толщина льда для них не всегда играет важную роль. Как показывает практика, только опытные рыболовы заранее проверяют данные о том, насколько лед крепок перед выходом на воду. А для остальных толщина замерзшей воды не играет особой роли. Для того, чтобы предупредить рыбаков о возможной опасности, сотрудники МЧС проводят профилактические рейды. Рейды у нас в Рязанской области проходят ежедневно на семи участках. У нас имеется семь участков ГИМС по всей области, на самых больших и крупных водоемах, где массовое скопление людей. При патрулировании сотрудники МЧС используют судно на воздушной подушке. Для Рязанской области оно уникально. Судно за моей спиной называется ХИБУ-10. Это катер на воздушной подушке. Максимальная скорость по воде 60 километров в час, а по льду под 100 километров. И вот первая остановка. К рыбакам, которые отважились выйти на лед, направляются сотрудники МЧС. Они проводят беседу, а в конце вручают гражданам листовку, на которой написаны основные правила поведения на льду. Как правило, рыбакам все это уже известно, но повторение мать учения. Сотрудники МЧС рассказали, что чаще всего они акцентируются именно на том, что делать, если человек провалился под лед. Инструкция в первую очередь это не поддаваться панике и попытаться выбраться на лед. То есть желательно при себе иметь средства самоспасения, так называемые гвозди или отвертки заточенные, чтобы человек мог воткнуть их в лед и подтянуться, выйти на лед. Судно на воздушной подушке на огромной скорости летит по снежному покрову. Рыбаков не видно, хотя толщина льда сейчас 25 сантиметров. По словам сотрудников МЧС, она считается безопасной. Что примечательно, запретить рыбакам выходить на лед никто не может. Поэтому и проводятся ежедневные профилактические рейды. Вот только заядлых любителей рыбной ловли толщиной льда вряд ли испугаешь. Но инструкции есть и на этот случай. Как правило, советы у нас одни – это не выходить на тонкий лед. Но если уже пошли на тонкий лед, то проверять ударами пешни перед собой толщину льда. Этот профилактический рейд можно считать удачным. За все время патрулирования нам повстречались только два рыбака. Один из мужчин уже 40 лет занимается рыбной ловлей. И он рассказал, что все основные правила поведения на льду ему давно известны. По словам сотрудников МЧС, основные проблемы начнутся весной, когда толщина льда перестанет быть безопасной. Остается надеяться, что профилактические рейды принесут свои плоды и несчастных случаев на воде станет меньше. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Телекомпания, Город.